Здравствуйте, уважаемые зрители! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал MarigisArt. Сегодня выходит первый урок нашего марафона Творческий ноябрь. Да, конечно, в ноябре тоже надо заниматься творчеством, не только в сентябре и октябре, и поэтому этот марафон будет весь ноябрь, поэтому я его так и назвала. Сегодня первый урок, материалы для него будут в описании, к данному видео, потому давайте приступать. Фотореференс тоже в описании к данному видео. Давайте не будем затягивать, будем приступать к созданию данного скетча. Для начала наметим руку, и потом, чтобы она взяла кленовый листок, надо сделать так. Потому давайте наметим, именно где заканчивается рука, видим, что это где-то... то есть на одной... Ну, в общем, это гораздо ниже половины. Гораздо ниже половины листа. Потому... Ну, там формат более вытянутый на фотореференсе, потому я сделаю как раз где-то на половине, чтобы у меня все влезло. Так как у меня формат просто А5. Давайте теперь вот наметим движение самой руки. Здесь мы видим кисть, и дальше уходит под таким вот наклоном в бок. Здесь вот на расширение, потому что тут идет много, очень-очень много складок. Прямо такие активные складочки. Даже сделаю еще чуть-чуть повыше. Ну, хотя хватит. Не буду делать слишком вытянутую руку. Где-то тут давайте сделаем запястье, чтобы... Ну, чуть-чуть сжало, чтобы в мой формат влезло. Теперь наметим движение указательного пальца. Он тут такой достаточно прямой, но все же. Чуть-чуть здесь ногтевую фалангу мы видим небольшой изгиб. На основной фаланге изгиб побольше. Пясная косточка. И уходит ровно так вот вниз. Это мы видим. Так вот ровно, четко вниз. Это прям параллельно краю. Фото-референс, опять же, напомню, в описании, в инфобоксе. Сейчас YouTube чуть-чуть поменялся, потому теперь это не описание, теперь это инфобокс. Вот тут вот после ногтевой фаланги средняя, и больше мы ее не видим. Здесь уже идет изгиб вот этого вот среднего пальца. И мы не видим здесь ни ногтевой, ни средней фаланги. Видим только-только основную. Вот так вот оно здесь находит. И тоже идет пясная косточка. И, кстати, здесь вот пясные косточки. Давайте сразу наметим такой вот дугой. Они идут так вот интересно очень. Чуть-чуть загибаются. Вы тоже можете посмотреть. Они не по ровной линии, а чуть-чуть с таким загибом. Там можно увидеть даже на своей руке. И дальше тоже вниз уходит. Дальше мы средний опять не видим, потому что здесь уже идет безымянный палец. Пока что непонятно, да, что это пальцы, но потом станет понятно. Ноготочек давайте сразу наметим. Вот. Все. Теперь вот здесь такое более такой гладенький уголок. Ну, не уголок, а изгиб. И видим тоже опять пясная косточка. Все идет по этой линии, которую вот наметьте, ее обязательно. Она такая должна быть здесь. Как подсказочка. Пясная косточка. Именно такая. И теперь здесь мы видим мизинец. Мизинец, он здесь маленький такой. Даже чуть-чуть. Сейчас давайте уменьшу. Безымянный. И вот тут выскакивает объем мизинца. И вот тут пясная косточка именно чуть-чуть повыше всех остальных находится. Такой дугой. Там мы очень четко, отчетливо видим небольшая складка и пясная косточка. Мы ее отчетливо не видим, эту пясную косточку, но чтобы было лучше размечать руку, мы ее наметим. Ну, а так вы можете четко видеть, что ее там не слишком хорошо видно. Вот тут вот основная фаланга, средняя фаланга, ногтевая фаланга. Все так четко, ясно и понятно. Чуть-чуть ниже сделаю потом запястье, но это потом. Чтобы рука была пропорциональнее, чуть-чуть надо увеличить ее, потому что такие толстенькие пальцы получились. Видим мизинец загибается. Очень-очень активные складки идут. Очень активные. Можете, кстати, посмотреть на моем канале. Очень много рук. Просто я по ним уже соскучилась по рукам. Давно рисовали. Целый октябрь я их не рисовала, так что. А здесь видим очень широкое и дальше уходит вниз. Потому что в принципе здесь вот должна быть, видим, такая вот, она такая расширяется и потом, особенно если согнуть, то тут, видите, особенно большое идет расширение. мы это очень отчетливо видим. Именно на данной руке, которая у нас на фотореференсе. и дальше подушечка и снова загибается. Чуть-чуть, вот видим, здесь небольшой впалый объемчик и здесь чуть-чуть вытянуть. я специально сделала так, чтобы рука была пониже. Во-первых, чтобы сделать более компактным именно в мой формат, а во-вторых, чтобы более такой основной акцент сделать на листе, потому что на фотореференсе большой акцент именно на руке, а я хочу именно на листочке сделать акцент такой побольше. Кофту вот тут видим такой объем интересный очень. Я все, как вы видите, сжимаю. Тут складки идут, вот тут складка. Дальше мы не видим, потому что я все повторяюсь сжала немножко. Рука у нас уже полностью проработана. Давайте теперь добавим, ну вот эти вот линии можно убрать, которые идут от пясных косточек, чтобы они нас не путали, именно сами только пясные косточки. Все. Теперь осталось наметить кленовый лист и разметка будет закончена. Сейчас главное, вот смотрите, наметим, можно взять линейку, но я делаю все на глаз. Вот именно здесь, где заканчивается средний палец, именно тут начинается веточка, чтобы было ощущение, что рука именно держит лист, а не что-то другое с ним делает, просто как бы придерживает. должно быть ощущение, что она его именно держит. Вот веточка, листочка, и теперь давайте вот тут вот такую засечку ставлю, наметим лист. Это его основная прожилка, это боковые прожилки его, они должны быть такие, видите, максимально прям изогнутые чуть-чуть даже. И тут еще по краям две такие, можно сказать, вспомогательные прожилки. И вот так вот именно если вы не знали, как строить кленовый лист, именно начинать надо с этих прожилок, то есть основная, боковые, вспомогательные. Ну я их называю так, возможно кто-то называет по-иному. Потом можно намечать сами вот эти вот неровности. Тут я уже опираюсь на фотореференс, такой впалый объем, уголочек, вот эти все уголочки мне очень-очень нравится рисовать. Эти вот основные уголочки, на краю каждой прожилочки должен быть уголочек. такой вот впалый снова объем. Такой, чтобы получался классический более кленовый лист, но все-таки чтобы что-то было и от фотореференс. Здесь еще видим не очень характерно кленовому листу иметь еще какие-то уголочки внизу, но все же раз на фотореференсе есть, мы так и рисуем. Ну, я так и рисую, а вы можете чуть-чуть делать по-другому. Впалый объем, уголок, еще один уголок, еще один уголок. Видно, что тут на фотореференсе именно у этого кленового листа уголочков очень-очень много. Неровности мы добавим позже. Давайте сейчас поточнее отрисуем прожилки и сердечко добавим. Поэтому все. И потом будет все, можно будет приходить именно к маркерам. Эти маркеры вы можете заменить на акварель, либо любой другой материал, который вам по душе. Либо который у вас есть. Видим, что тут именно основная идет прожилка и тут именно идет сердечко. И вот центр находится именно на основной прожилке. Я стараюсь рисовать такое классическое сердечко без всяких там дополнительных дорисовок. Смотрите, чтобы она была симметричная максимально, но тут уже возможно, что она будет и не очень симметричная. сделаю выемку побольше сердечка. Все прожилки в листе еще раз отрисую. И еще видим, что тут есть кое-какие дополнительные. Чтобы было легче в маркерах, давайте наметим их и сейчас. некоторые плохо видны, потому что от сердечка идет большой свет. На фоне давайте наметим чуть-чуть какой-то видим тут идет бережок, небольшой дерево, просто несколькими штрихами давайте наметим дерево, его крона и вот там видим речка и дальний берег речки тоже. Очень красивый природный фон. И теперь давайте уже перейдем к маркерам. Чуть-чуть почищу рисунок ластиком. Потому что карандаш простой как раз под гуашью он не крепится а под акварелью и маркерами очень крепится сильно. Фон можно не приглушать так как он у нас и так бледный получился. Его не надо слишком сильно выделять для деталей прорисовывать так как видим он даже на фото размытый а на рисунке тем более должен быть еще размытие. давайте начнем с кленового листочка он такой интересный очень возьмем именно желтый прям самый желтый маркер который у вас есть у меня это лимонный у кого-то может быть не лимонный есть по-моему еще флуоресцентный желтый он очень очень светлый он даже еще светлее лимонного маркеры правда некоторые поскрипывают но ничего делаю неровный край вот так вот не надо чтобы он был ровный ни в коем случае лист видим такой то ли засушенный слегка то ли что но он такой очень очень интересный я возьму вот еще у меня есть написано что это охра на самом маркере но на охру как-то не очень похоже согласитесь пока делаю неровный край потом просто растушую так как это маркер тут делаю можно посмелее сделать край неровным я этот цвет вообще использую вместо оранжевого потому что написано конечно что это охра но видите что это же не охра это же прям вылитый оранжевый правда чуть посветлее оранжевого потому если мне что-то надо светлее оранжевого но темнее желтого я беру именно этот цвет теперь берем как раз оранжевый забыла какой из этих оранжевых светлее по-моему этот потом в конце все растушуем но этот видите такой уже более красный тон главное сейчас не вылезти за пределы листочка нашего это прям основной и потом уже можно будет перейти к такому румяному цвету сейчас скажу какому сейчас надо все эти переходы растушевать беру тот самый желтый которым я вот тут рисовала ужасный скрип конечно но зато переход становится поплавнее согласитесь вот тут переход плавнее чем вот тут слишком скрипит но зато очень очень красиво на фотореференсе конечно же переходы гораздо плавнее но так как это скитч тут можно конечно позволить тебе чу-чуточку прям чу-чуточку по ну не такие плавные переходы сделать вот тут вот тоже делаю плавненький максимально есть теперь давайте возьмем какой-нибудь румяненький цвет такой очень румяный например вот этот видите такой румяненький такой коричневатый сначала пройдемся по краю листа вот тут вот потом разукрасим его в серединке ну как в серединке чуть поглубже потому что видим что это не совсем уж такой свежий цветок ой листок поэтому он такой слегка слегка коричневатый опять же повторюсь фотореференс в описании можно чуть-чуть на край предыдущего цвета забежать но совсем совсем слегка край край конечно же мы тоже будем тушевать обязательно не переживайте и у сердечка тоже потом вытрем контур берите маркер очень удобно очень удобно закрашивать предыдущий цвет возьмем это вот этот и чуть-чуть прокрасим тут вот переход сделаем плавнее стало по-моему очень живо и живописно давайте теперь возьмем оранжевый вот такой помягче оранжевенький прям не охру а оранжевый именно очень твердая кисть моего оранжевого но ничего я не стараюсь закрасить все а только чуть освежить коричневый потому что он у меня прям такой коричневый коричневый получился надо чтобы он был чуть ближе к оранжевому если у вас нет такого цвета то тоже освежите можно сказать оранжевым и все теперь берем сердечко ну точнее ластик и вытираем контур у сердца чтобы не было прям такой четкой четкой границы потом еще небо мы тоже чуть берем тон именно простого карандаша ну все я думаю пока закончим давайте возьмем цвет палочки можно взять любой коричневый я даже возьму не вот этот а еще темнее коричневый должен быть темный темный видите у меня есть такой вот свет я беру этим же цветом вот тут крепление у всех прожилок сделаем берем теперь коричневый чуть посветлее у меня такой вот есть и им прожилочки выделю ножи где там где ближе к сердцу делаю более такой слабенький или можно вообще там где сердце прожилки не рисовать ну вот там где просвечивается у нас лист прямо очень очень красиво оно просвечивает очень интересно есть сделали и прям видите благодаря таким переходам листок действительно засветился теперь возьмем фелесный любой конечно же потом мы добавим отблески от неба не переживайте видим что там именно на основных фалангах много такого голубенького фиолетовенького я беру простой но обычный телесный телесный ногти я потом добавлю на них чуть-чуть розовую ноту потому что ногти они всегда то есть это не из-за того что я хочу их подкрасить а из-за того что ногтики они всегда с такой легкой-легкой розовой ноткой это всегда такое отлично у меня маркер чуть-чуть заканчивается потому это чуть дольше этот процесс закрашивания можно кстати взять сразу долото то есть широкую часть сейчас вот такую вот можно взять и сразу закрасить всю руку но я уже закрасила так потому не будем заморачиваться сразу же добавлю отблеск вот у меня есть самый самый светлый розовый вот такой вот это номер 028 вот добавлю на ноготок чуть-чуть розовые ноты вот тут вот можно чуть-чуть на основные фаланги чуть-чуть чуть-чуть ну капельку и напястные косточки готово кладем на место еще не растушевываем переход возьмем самый-самый светлый голубой просто я еще к этим маркерам не совсем привыкла так 021 по-моему да 021 такой светлый но я возьму еще светлее вот такой вот у меня есть прям можно добавить сюда совсем слегка подблеском от неба таким голубеньким именно по краю не везде а по краю только по краю пока что не очень реалистично выглядит потому что нет объема только отблески на ногтики то ли растушую но сам ноготь не растушевываю край растушевываю именно именно край есть тоже такой отблеск как бы идет от листочка и теперь нам осталось совсем немножко основное сделано основное это лист берем любой любой тон темный желательно потеплее то есть не берите каких-то там холодных тонов берите именно такие светлые тона можно мизинец полностью закрыть этим цветом и видим тут достаточно рука такая теневая потому я не все закрою а возьму ту самую охру которая не охра помните ее да чуть-чуть добавлю такой желтой нотки ну чтобы чуть-чуть приглушить возьму такой светло-светло-серый и чуть приглушу вообще всегда держите с собой рядышком светло-серый цвет потому что он если у вас нет какого-то тона чтобы затемнить что-либо он вам всегда пригодится под ним всегда все становится темненько темнее но в принципе это скетч так что не слишком зацикливаемся возьму сейчас потемнее сейчас подождите серый чуть-чуть темнее и добавлю и добавлю прям надо уже самый-самый темный что-ли брать это такой очень темный видите похож на черный но на самом деле он не черный он только кажется черным темнее 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 стыки и вот тут еще можно затемнить вот тут очень-очень темный палец даже ногой затемнём складочки вот тут на ногтевой фаланге возьму предыдущий он такой телесный цвет и все растушую чтобы не было слишком темно чтобы было ощущение что там действительно есть переход есть готово возьмём теперь какой-то любой малиновый у меня есть такой красно-малиновый вы возьмите какой вам цвет вообще больше нравится для кофты это не важно какой можно её хоть зелёный сделать но зелёный здесь не будет очень уместен потому что именно по цветовой гамме картины лучше будет подходить какой-то малиновый цвет можно взять розовый можно взять красный можно взять такой бордовый но не холодный тёпленький здесь всё вообще в такой тёплой тёплой гамме потому можно прокрашивать до конца можно не прокрашивать блики я потом поставлю белой гелевой ручкой кстати я её забыла достать как обычно вот белой гелевой ручкой проставим блики потом в конце работы сейчас опять возьмём то есть я вам сейчас прям наглядно покажу что вот такой достаточно не слишком тёмный не слишком светлый серый всегда вас спасёт в любом случае видите свет становится вроде тот же но уже не тот потому что на него наложился светло-серый в акварели это так же относится но акварелью можно намешать любой цвет а маркерами нет здесь делаю потолще можно ещё какие-то тоненькие какие-нибудь складочки добавить на ваше усмотрение а у меня нет я делаю по фотореференсу именно чётко растушевывать не буду мне нравится ну только вот тут чуть-чуть подтушую ну хотя в принципе везде только с одной стороны складка тушуется всегда только с одной стороны чтобы было ощущение что это именно складка ещё у неё есть блик у складки с одной стороны тень с другой стороны блик и с одной стороны переход потому всё хватит уже работа можно в принципе закачивать рисунок он практически сделан но нет мы ещё добавим фон да с вами давайте возьмём какой-нибудь светло-светло-голубой у меня вот есть 021 но я сейчас попробую какой он на разной бумаге он просто ведёт себя по-разному потому я даже не знаю какой он будет именно на этой бумаге край делаю неровный у картины штрихуем именно горизонтально ну либо мазки кто кто чем рисует либо мазки делаем горизонтально потому что у нас это река если где-то там чуть темнее чуть светлее полосами это наоборот очень хорошо потому что потом будет гораздо лучше отличный фон мне нравится кладём на место он нам больше не пригодится теперь давайте возьмём какой-нибудь цвет для земли можно вот у меня есть такой 031 тёплый цвет слишком тёплый ну хотя давайте его и возьмём близко к берегу не штрихуем потому что там будут зелёные какие-то растения мы их видим вот тут вот в основании дерева штрихуем а потом мы там не видим речку ну я нарисую более такое открытое пространство поэтому у меня там речка есть вот тут вот в складочке в тени можно добавить отблеск этого цвета но сильный акцент мы не делаем на фоне а так в принципе согласитесь уже стало гораздо живее вот сделаю прям посильнее лучше в принципе штриховать в одном направлении но так как это фон тут можно и в нескольких направлениях потому что это фон на нём не надо делать сильного акцента делаем эти кусты неровными в принципе где-нибудь тут тоже можно делать какие-нибудь намёки на траву ну такой очень осенний сюжет мне он очень нравится давайте ещё добавим дерево а ещё тут видим можно взять потемнее какой-нибудь зелёненький у меня есть вот такой в принципе можно я рисую просто маркерами разных фирм потому у меня оттеночки кое-где могут прям очень отличаться но ничего такое что-то добавим не слишком детализированное вот такое слегка слегка на дальнем плане именно эти мы добавим я даже возьму под темней именно этот тон и возьму уже там детализировать ничего не надо на фоне там всё повторюсь очень очень размыто как-то так мы его сильно не воспринимаем мы его воспринимаем как вспомогательная картинка которая делает наш рисунок живее и осталось совсем чуть-чуть добавить ещё небо дерево и всё и ещё чтобы не было такого ощущения что здесь получается всё оранжевое а там всё зелёное давайте добавим такие какие-то оранжевые нотки сильно мы не зацикливаемся в дальнем плане тоже долото долотом добавляю какие-то неровности тут можно прям всё закрыть очень красиво получается какие-то можно добавить листочки плавающие в воде что-то такое тут тоже чтобы было поинтереснее референс опять сейчас и вот рисуем всего лишь 40 минут а уже прям такой результат возьму прям самый-самый тёмный который у вас есть коричневый даже темнее чем на палочке можно взять не на палочке а на вот этой веточки веточки листочка и долотом тоже сделаю чтобы была заливка более красивая такая энергичная ветки в принципе здесь давайте сделаем как на фоне не ветки а такие пятна потому что мы видим что они в какие-то полосочки выстраиваются но не не слишком такие какие-то чёткие мы не видим что это именно ветки сделали добавляем теперь осталось добавить совсем немного это небо и блики маркер возьмите если у вас какой-то есть маркер заканчивающий голубой у меня есть я его и взяла возьмите долоту и вот как я тоже сделайте тот маркер который заканчивается будет давать ещё более светлый тон совсем немножко добавляем можно даже слегка слегка заезжать на лист но не сильно вообще очень очень красиво получается мне нравится на ветки обязательно заезжаем чтобы на них тоже был такой голубой тон очень тяжело рисовать таким заканчивающимся маркером но зато видите такой вот секрет я вам рассказала ну как секрет небольшой такой лайфхак чтобы есть теперь можно добавить блики белой гелевой ручкой добавляем обязательно на каждый я ту ручку вообще взяла на каждую пясную косточку на складочки на ноготь видим активный тут идет блик вот тут вот обязательно добавим вот тут и тут кофта и обязательно то что я вам говорила с противоположной тени и стороне должен идти блик на кофте вот добавлю блики всякие на листочке можно чуть-чуть кстати да там же солнце сердечко не закрывайте можно даже белой гелевой ручкой по сердечку чуть-чуть пройтись еще больше его высветлить если вы там где-то мазнули то прям можно видите оно прям так светится сердце на листочке мы не видим никаких активных таких бликов на складки добавлю вот тут тут вот в основании складок блик потолще готово работу можно подписать я возьму черный маркер такой с кистью именно чтобы кончик тонкий был так где здесь у него кисть еще никогда не ставила маркером подпись ну что ж такой вот у нас получился сюжет мне кажется очень интересный спасибо вам огромное за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на меня это только первый урок будет потом впереди еще два пока пока и желаю удачи надеюсь вы порисовали с удовольствием пока пока